Ученые, предприниматели, строители, инженеры, атомщики и госслужащие. Их объединил третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В Нижнем Новгороде состоялся окружной полуфинал всероссийского конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей». Я готов сделать проект, который изменит жизнь. Моего региона, конечно же, Чувашия. Хотелось бы поработать на благо региона в первую очередь. Хочешь изменить мир – начни со своего региона, уверен Дмитрий Сорокин. К слову, самый молодой полуфиналист из 15 представляющих Чувашию. Я большой специалист именно по экономике. У меня два образования, и я работаю экономистом всю свою жизнь. Хотелось бы помочь, попытаться как-то решить экономические проблемы людей в Чувашии. У меня есть по этому поводу множество идей. Стремящихся изменить мир или себя и непременно к лучшему на полуфинале в Нижнем Новгороде 282 человека. Хотя для участия в конкурсе в Приложском округе заявились почти 42 тысячи управленцев. Они дистанционно через тесты проявляли себя как лидеры. До полуфинала дошли лишь 315. А первое очное испытание – ретест – отсеяло еще 23 человека. Вы уже прошли серьезный многосторонний отбор и показали свою высокую квалификацию, уровень знаний и управленческие способности. Вы уже сейчас являетесь серьезным кадром, резервом для всех уровней управления. Каждая пятая заявка из поступивших на конкурс пришла именно из Приложского федерального округа. Около 42 тысяч заявок. Интерес к конкурсу растет вообще. Появляются новые участники из новых сфер. Мы точно знаем, что спрос на управленцев в сфере науки тоже очень высок, как и во многих других отраслях. Вообще лидеры России – это не только же попытка найти людей, которые могут решать сложные проблемы, не только механизм социальных лифтов, но это и попытка найти людей, у которых свежий взгляд на проблему. Вот мне кажется, что сегодняшние, нынешние ребята, они более способны и готовы посмотреть по-другому на некоторые проблемы. Они очень хорошо чувствуют меняющийся мир, конечно. Полуфинал – это решение кейсов. Каких – секрет. Рассказывать о них запрещено, иначе дисквалификация. Подробности рассказывать я не имею права. Могу сказать только, что это игровая ситуация, где у каждого участника есть определенная роль, и он в рамках этой роли предлагает какое-то решение. Потом идет командная работа, и результатом деятельности команды является презентация. Хотя в этом году организаторы впервые приоткрыли завесу тайны для журналистов. Без тестов и предварительных испытаний нам разрешили решить кейс наравне с управленцами за отдельным столом команды СМИ. Предлагалось создать проект, который объединил бы или способствовал здоровой конкуренции городов-миллионников Приволжья. От причин и идей команда поступательно шла к оформлению собственного проекта. Большинством, но не единогласным, решили разработать проект туристического кластера Приволжского федерального округа. Наша задача – это будет туристический кластер. Зачем он нам нужен и как это позволит, в принципе, объединиться регионам ПФУ. Вы знаете, что, например, есть юг России, есть север, но никто не понимает, что такое Приволжский федеральный округ. Итог командной работы – это презентация проекта, расписанного вплоть до сроков и исполнителей. Хотя тут нет верных решений. Оценивают работу в команде. Эксперт стоит у каждого стола и внимательно оценивает вклад участников в командное дело. Атмосфера в команде, по крайней мере в первой ее половине, была очень на хорошем уровне. Было много шуток, много каких-то таких идей, которые разбавляли атмосферу. Вот так же, на мой взгляд, это не мешало работе, а скорее, наоборот, помогало. Во второй части, конечно, команда немножко потеряла темп. Это факт. Скорость обмена информации упала между участниками, чуть ухудшилась организация. Но, опять же, мне показалось, что на презентации команда журналистов выбрала выигрышную для себя стратегию. Это как взаимодействие с аудиторией, немножко такого перформанса. И это, действительно, я думаю, добавило очков. Комплексную оценку по компетенциям управленцы получат в личном кабинете уже после испытаний. Насколько они нацелены на результат, умеют ли стратегически мыслить, работать в команде, внедрять изменения и нести социальную ответственность. Проявить себя по максимуму сложнее, потому что за столом с тобой 10 таких же управленцев. Да и команды на протяжении двух испытательных дней меняются несколько раз. Как организовать процесс, как обеспечить сотрудничество в команде, как принимать решения, как обеспечить взаимодействие в команде, ну так далее. То есть мы здесь смотрим даже не столько на результат, сколько на то, как человек достигает этого результата, за счет чего. Управленцы не привыкли отступать и раз за разом штурмуют конкурс. Яков Петров в полуфинале второй год подряд. Его лейкотека для детей со смертельными диагнозами зародилась в рамках прошлогоднего задания «Сердце лидера». Для детей с палиативными диагнозами мы организовываем встречи этих детей с просмотрами фильмов и встречами с известными людьми. Мы устроим маленькие чаепития, просмотры фильмов и развлекательную программу для этих детей. Так что проект фонда «Ани Чижовой» живет и я надеюсь, что будет жить. Мы ищем новых волонтеров, новых спонсоров и меценатов для того, чтобы помочь нашим деткам из Чувашии почувствовать себя полноценными детьми. Социальный проект так и остался обязательным условием для финалистов. В тридцатку лучших по округу в этом году от Чувашии прошли сразу четыре управленца. Это депутат госсовета Григорий Данилов. Я думал уже о том, что пора бы получить оценку своих компетенций, чтобы понимать, что с этим делать в будущем. Для чего я пришел на конкурс? Именно для этого. Чтобы меня оценили и дали мне направление, где и как можно себя улучшить. И тут звучит моя фамилия. Вообще это было круто, классно. Было приятно, что в этот раз от Чувашской республики четыре человека. В итоге мы обошли даже Нижегородскую область. В финал прошел и руководитель предприятия энергоотрасли Иван Казанбаев. Опыт у меня разнообразный. От сборщика электрических аппаратов, где я начинал свою карьеру, до руководителя филиала сервиса на центре Воскорбленного Мородни. И в данный момент, уже два с половиной года, я занимаю глобальную позицию по управлению операционной деятельностью таких же сервисных центров в 30 странах мира. Эти два дня были очень интенсивные мероприятия, кейсы, через которые мы прошли. Они разнообразные. Здесь уйма удивительных людей, интересных, с колоссальным опытом. Поэтому действительно, вот это общение, этот нетворкинг, это большого стоит. В тридцатке лучших по ПФО от Чувашии банковский управляющий Александр Гатин. В первый день не мог прийти в себя. И только на второй день я просто стал таким, как я есть. Я не стал что-то делать, кричать, играть, изображать из себя какого-то начальника. Я просто думал, я буду вести себя так, как я есть, потому что я не могу по-другому. Ну и это мне, наверное, помогло. На самом деле, большая часть жизни у меня связана с этим округом. Я сейчас живу и тружусь, работаю в Москве, но я вырос, родился в Чебоксаре. Родители закончили государственный Казанский университет, попали в Чебоксаре. Я там родился, детство провел, потом попал тоже в другой город, потом в другой. Это все Приволжский округ. Поэтому я думаю, что победители из Чувашии будут. И единственный на конкурсе профайлер «Москвич» с чебоксарскими корнями Илья Степанов. Люди, коммуникация – это чтение поведения, это распознание лжи, это понимание мотивов людей. До определенного времени это уголовное расследование, как консультант по 52-й статье. Чаще всего меня больше встречают с припиской в интернете или в телевизоре, с припиской профайлер. Это человек, который как раз занимается человеческим поведением. Я думаю, что финал, он будет покорен очень легко. Со сложностями, но в том, что здесь какой был конкурс? В среднем 9-10 человек на место. А там 3 человека на место. В три раза проще. Каждый финалист конкурса, а их по России 300, получит миллион на образование. А вошедшие в топ-100 наставников на год из числа ведущих управленцев страны. Очная встреча финалистов со всех округов России состоится в конце марта в Сочи. Продолжение следует...